Каббала. Каббалистика или каббала – это род гадания при помощи письменных знаков. Буквы древнееврейского алфавита, а именно на древнееврейском были написаны оригиналы библейских текстов, обозначают не только согласные звуки, но также и числа, а порой имеют и символическое значение. Поэтому с точки зрения каббалы любой текст может рассматриваться как некое закодированное послание. В подкрепление своих воззрений каббалисты приводят афоризмы самого Пифагора. Миром правят числа. Всякое учение ровно настолько научно, насколько в нем присутствуют числа. Каббалистика использовалась людьми издревле. По мнению многих исследователей, знаменитая фраза из апокалипсиса «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число это человеческое, число его 666». Есть совет применить каббалистический метод для расшифровки какого-то известного имени или понятия, сумма числовых значений букв которого составляет 666. В средние века каббалисты составляли особые общества. В некоторых областях, где превалировало исламское или еврейское население, они действовали открыто, но в христианских странах каббалистам приходилось скрываться. Наиболее знаменит Авраам Абулафия, еврейский мыслитель и каббалист, живший в XIII веке в Испании. Он развивал каббалу, основанную на видениях в состоянии транса, искал глубинный смысл в каждом слове или в сочетании букв иврита, занимался истолкованием числовых характеристик слов. Он даже создал школу по изучению таинств каббалистики и основал течение пророческой каббалы, провозгласив себя мессией. Папа римский Николай III объявил Абулафию колдуном и готовился сжечь его на костре, но, несмотря на явную опасность, Абулафия сам прибыл в Рим для того, чтобы обратить папу в иудаизм. Папа распорядился собрать дрова для сожжения мага и каббалиста, но сам умер от инсульта ровно в тот день и час, когда Абулафия въехал в Рим. Это событие поразило современников, и Абулафию многие признали мессией. Каббалистические расшифровки могут применяться не только к ивриту, буквы которого имеют установленные числовые значения, но и к текстам на европейских языках. Тогда численным значением считается место буквы в алфавите, а символическим — значение наиболее распространенных слов, начинающихся на эту букву. В дореволюционном русском алфавите буквы имели словесные названия, что давало каббалистам простор для фантазии. Еще Александр Сергеевич Пушкин посмеивался над их упражнениями. Буквы, составляющие славянскую азбуку, не представляют никакого смысла. Аз, буки, веди, глаголь, добро, эцетера — суть отдельные слова, выбранные только для начального их звука. У нас Громатин первый, кажется, вздумал составить апофегмы из нашей азбуки. Николай Федорович Громатин, 1786-1827, поэт и филолог. Он пишет, первоначальное значение букв, вероятно, было следующее. Аз, бук или буг, ведю, то есть я бога ведаю, глаголю. Добро есть. Живет на земле кто и как. Люди мыслит. Наш он покой. РЦУ. Слово ЛОГОС. ТВЕРЖУ. И прочее, говорит Громатин. Вероятно, что, впрочем, не мог уже найти никакого смысла. Как это все натянуто! Вот еще несколько примеров каббалистических методов. Первый. Соответствующие буквам числа складываются. Сумма этих чисел может быть разложена на новые буквы, из которых складывалось новое слово. Второй. Слово представляется как аббревиатура, каждая буква которой есть начало нового слова, или даже целых предложений, связанных определенным смыслом. Третий. Метод анаграмм. Буквенных перестановок. Каббалисты воспринимают Библию как шифровку, придумывая все новые и новые методы ее дешифровки. Каббалистикой увлекались многие ученые-мужи, а Гриппа Неттезгеймский, Парацельс, Генрих Мор и Мишель Нострадамус. Продолжение следует.